Золото, серебро, бронза. Их труд лежит в основе побед всероссийского и международного уровней. И они достигали личных успехов, передавали мастерство своим воспитанникам. Традиционно в День физкультурника чествуют людей, стоявших у истоков спортивной отрасли Щелковского района. С праздником ветеранов спорта тепло поздравили в Щелковском театре. Многие из вас до сих пор в строю. Все вы практически передаете свой опыт тем, кто приходит на смену. И мне хочется пожелать вам прежде всего здоровья, чтобы вы могли долгие годы радоваться успехам своих учеников. И очень приятно, что сегодня здесь присутствуют те люди, которые делали историю спорта Щелковского района. Вам низкий поклон, огромная благодарность. Мы всегда с вами, всегда готовы вас выслушать. С праздником вас! Спортсмены и тренеры, преподаватели физической культуры и руководители учреждений спортивной сферы часто признаются, что своей основной задачей ставили не только победы в различных состязаниях, которых, конечно, немало. Но в первую очередь стремились привить подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни, сделать спорт доступным и массовым. Знаком отличия за заслуги в развитии физической культуры и массового спорта Щелковского района были отмечены заслуженные представители спортивной отрасли. Многие из них еще в строю, но даже те, кто отошел от дел, сохраняют чисто спортивные силу духа и жизнелюбие. Как, например, Игорь Зайцев. В более полувека он отдал воспитанию в Щелковской молодежи любви к легкой атлетике. Работал тренером в ДЮС США и преподавателем физической культуры в 10-й школе. На праздники подготовил творческий сюрприз для коллег, выступил с песней. Мне повезло, я работал в 10-й школе 10 лет, и мы достигли хороших результатов. Более 30 школ участвовало в спортсмене, и мы всегда входили в тройку, а в отдельных видах мы выигрывали. Ветераны спорта стояли у истоков спортивных успехов Щелковского района и, безусловно, хотят видеть будущее этой сферы процветающим. О развитии отрасли на встрече рассказал заместитель главы районной администрации Юрий Родионов. У нас есть планы на строительство физкультурно-здоровительного комплекса для спортивной гимнастики. У нас очень много на это потребностей, у нас очень много на это желаний, поэтому тоже есть этот вопрос. У нас есть вопрос в Медвежьих озерах, который является из сельских поселений, самое перспективное в развитии физической культуры и спорта, строительства фока на месте бывшего дома офицеров в новом городке. И, конечно же, плоскостные сооружения. Также в день праздника для ветеранов спорта в Щелковском театре был подготовлен яркий концерт. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».